Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Фигурка, а меня зовут Костя Лесик. Посмотрите, сегодня в офисе я нарисовал флаг Грузии. А еще у нас под флагом есть фигуристка. Она получилась чуть более аккуратной, чем флаг, потому что автор этой картины не я. Но к чему все это? Дело в том, что совсем недавно я вернулся из города Таллинн, где проходил чемпионат Европы по фигурному катанию. И там у меня была возможность поговорить с фигуристкой Анастасией Губановой, которая тренируется в Санкт-Петербурге у тренера Евгения Рукавицына. Но с этого сезона на международных соревнованиях представляет Грузию. Мы поговорили на многие темы. Во-первых, сам чемпионат Европы, предстоящая Олимпиада. Поговорили об усложнениях в программах у Анастасии. Также сыграли в игру съедобное-несъедобное на грузинском языке. Пообщались по поводу будущего возрастного ценза. В общем, подняли много интересных тем. Даже обсудили российских фигуристок Камилу Валиеву, Александру Трусову и Анну Щербакову, которых Настя очень хорошо знает. В общем, дорогие друзья, оставайтесь с нами. Но прежде чем мы начнем, по традиции попрошу вас подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы не пропускать новые интересные видео. Погнали! Настя, ну давай начнем, наверное, с чемпионата Европы. Как в целом, грубо говоря, вот уже прошел день, да, следующее утро, как поведешь в итоге уже со спокойной душой, со спокойным сердцем? Я пока не верю, что мне предоставился такой опыт, потому что это достаточно серьезное соревнование. Вот. Конечно, ну в целом довольна. В целом. Как бы то, что здесь оказалось. А если смотреть с технической точки зрения, то, конечно же, могла намного лучше. Но неимоверный опыт получила. Ну если, допустим, как-то оценить митебальную систему, какую бы себе именно за выступление поставила оценку? За короткую четверочку. Да. За произвольную двоечку. Ну так думаешь, почему так? Ну, скорее всего, психологически. То есть, действительно, где вот выходишь, видишь вот эту вот большую публику? Ну, видимо, пока опыта нету такого большого. Вот. И возможно, сказалось, возможно. Ну вот, на твой взгляд, наверное, это главный такой, ну, самый большой, самый крупный старт пока, который у тебя был. Можно с чем-то сравнить, что у тебя было до этого, когда ты выступала еще раз Россией? Ну, похожие чемпионаты России. Вот. Но все равно не то. И финал гран-при, когда была на Юниорском. Вот. Там то же самое примерно. Настя, как выглядит сейчас твой обычный день? Что поменялось после того, как у тебя сменилась страна, за которую ты выступаешь? Мне кажется, что жизнь не так много у тебя поменялась. Все равно ты осталась в Петербурге, ты работаешь. В обычной жизни, да. Все то же самое. Тренировки. Готовлюсь к ЕГЭ. Вот. Подкатываю детишек еще. Да, ну, это как просто удовольствие больше. Ну, да. И изменилось только то, что езжу на соревнованиях более крупные, и все. Ну, это как, допустим, насколько ты просыпаешься, насколько тренировка, подкатки. Так вот, допустим, ну, средний день у Вас Василии Губановой. Ну, просыпаюсь около 8 утра, наверное. Ну, всегда по-разному, но в среднем. Собираюсь, иду на тренировку, потренируюсь, возвращаюсь домой. Обычно днем сплю, кушаю, потом вторая тренировка, и после второй тренировки иногда иду подкатываю. Ну, еще у нас есть полувыходные, полувыходной, и хожу на курсы в лесков-то, ну, по подготовке. Ну, то есть, естественно, планируешь тренерское образование? Да, да, да. То есть, фигурное катание с тобой вообще на всю жизнь? Да. А подкатываешь кого в основном? Детишек или больших? Маленьких детишек, да. Именно это твой, тебе больше нравится с ними работать? Да. Ну, разные возраста, есть совсем маленькие, а есть, ну, кто уже и тройные учат, как бы, интересно очень передавать свой опыт. А что привлекает именно в работе с маленькими? Не очень миленькие, как таких пупсиков тренирую, вот. Ну, дети все разные, каждому нужен свой подход, и, ну, это достаточно тяжелая работа, я понимаю, спиртренеров, это и ответственность, и огромный интерес к этой работе, но мне нравится. Круто. Грузия, ты успела съездить или пока нет? Пока нет, но очень хочу там побывать, видела, как наши ребята из команды нашей ездили в Тбилиси, присылали там фотографии, видео, очень красиво там, хочется побывать. Как у вас вообще встроена, не знаю, коммуникация, ну, не знаю, команда вместе куда-то приезжает, или как-то все равно вы по отдельности приезжаете? Приезжаем по отдельности в основном, потому что все из разных городов, кто-то в Санкт-Петербурге, кто-то в Москве, кто-то в Перми, естественно, рейсы как бы разные, вот, и в разное время, но хорошо с этими общаемся. Всплоченность. Да. Смотри, успела ли ты выучить какие-то слова по-грузински? Ой, только приветствия пока. Поэтому наша игра будет интереснее. У меня есть такая игра, ну, в начале интервью чуть-чуть расслабиться, съедобно-несъедобно когда-нибудь играла. Да. Вот, смотри, я буду называть слово по-грузински. Кстати, я тоже могу удаление неправильно называть, поэтому грузины, которые посмотрят интервью, вообще, извиняюсь перед вами заранее, вот, но было бы интересно сыграть. Я называю слово, а ты говоришь съедобно или нет, и потом мы узнаем, правда это или нет. Поехали. Сациви. С едом. Да, ты знаешь, что это? Это, по-моему, блюдо такое, там, с грибами, с мясом, что-то такое. Да. Как пюре такое. Курица, это курица или индейка в соусе с измельченными грецкими орехами. А, ну вот так. Выглядит вкусно. Так, пхали. Нет. Нет, это съедобная традиционная грузинская закуска на основе орехов, различных овощей или зелени и специи. Она может быть из свеклы, шпината, фасоли, баклажанов, дворокочанной или цветной капусты. Дальше работаем. Гамарджоба. Это я знаю, это приветствие. Это не съедобно. Я правильно, кстати, произнес? Гамарджоба, ну вроде да. Ну все, гамарджоба. Гамарджоба, дорогие друзья, мы должны так это и трудно начать. Работаем дальше. Так, камерули. Нет. Это жареная курица в молочно-чесночном соусе. Дальше работаем. Ароприс. Ароприс. Что-то несъедобно звучит. Несъедобно звучит? Ну у тебя уже чувство есть такое на Грузии. Да, это пожалуйста. Или ароприс. Или ароприс. Вот. Так. Лобио. Лобио. Пусть будет съедобно. Да, да, поздравляю. Ты попала. Это блюдо из фасоли с луком и зелью. Ну, кстати, вот сейчас это у нас заказывают даже в ресторанах. Это было типа фасоль. Достаточно вкусно. Так. Салами. Съедобно. Нет, это привет. Привет? Да, правда. Ну, давай посмотрим. Я записал, что привет. Опробуем еще одно. Сапирали. Съедобно. Да, это сорт винограда. И мама. Это, наверное, не съедобно. Да, это грузинский отец. Ничего себе. Вот, вот. В общем, мы урок грузинского языка чуть-чуть закончили. Ну, теперь, по крайней мере, какие-то слова я и ты знаем. И мы можем брать чуть-чуть интервью на грузинском. Грузия, как тебе кажется, в командном турнире можно на ребятину что-то рассчитывать? Конечно, мы... Ну, у нас достаточно сильные спортсмены. Вот. Морис у нас, и пара тоже сильная. Ну, и я как бы тоже могу еще. Вот. И танцы тоже сильные у нас. Вот, да, поэтому... Да. Кажется, что у вас команда-то может на медаль замахнуться. Ну, будем стараться. Вот. Ну, тебе бы хотелось? Конечно. Это прям вообще мечта. Да, кто же не хочет-то? Ну, да. Ну, ты считаешь, что все-таки можно... Можно, конечно, да. Такую цель можно поставить. Хотела поговорить с тобой, ну, даже не о самом переходе, а вот о событиях предшествующих. Вот ты катаешь, да, выступаешь, что-то не получается, может быть. Когда приходит такая мысль, что вот как бы нужно менять что-то. Почувствовали ты такое состояние у себя, может быть? Это произошло спонтанно, абсолютно. То есть у меня не было никаких мыслей вообще о замене страны. Вот. А тут позвонили, предложили. Вот. И я сразу же согласилась, потому что конкуренция очень сильная в России. И я понимала, что это огромный шанс. Ну, то есть до этого ты не думала о том, чтобы переходить. Но ты же выступала, как бы результаты были на российском уровне очень высокие. Ну... Что же на этот момент, что ты думала с этим делать? На тот момент я просто каталась, как бы, в свое удовольствие и все. То есть я понимала, что навряд ли я года добьюсь большого за Россию, но просто каталась то, что нравится. А не думала, там, не знаю, что вот сейчас докатаюсь и все, пойду учиться, буду тренером, все-таки... Ну, даже... Это же, во-первых, ну, как я понимаю, да, две вещи, да? Это, во-первых, требует здоровья, и, во-вторых, требует, ну, денег, финансов положения. Я бросала несколько раз, но меня хватало недели на две. Вот две недели я не покатаюсь, и все. Я хочу на лед. Вот. И не получалось. Все-таки возвращалась. То есть это лед просто, как бы, сам притягивает? Да, это потому, что любовь к флорному катанию это не отнять никак. Блин, ну, классно, вообще, обалденно. Настя, я еще прочитал тебе в интервью, что у тебя было предложение выступать в Беларусь. Почему ты... Как это произошло в Москве? Почему ты, как бы, не согласилась? На тот момент я каталась в Москве, в ЦСКА, у Баяновой Елены Германовны. Вот. И тогда я еще была достаточно на большом уровне, то есть могла и конкурировать. Вот. И понимала, что пока еще не настало время, чтобы как-то менять страну, и хотела еще за Россию тогда. А потом не жалела, что воспользовалась такая возможность, ну, когда еще не было вариантов с Грузией? Нет, не жалела. Я... Все, что не делается, все к лучшему, как бы. А вот твой переход в итоге, потому что там много про него писали, всякие разные вещи, когда ты переходила к Елене Германовне, к Гурке и лежала к Евгению Рукавицыну. Как в итоге сейчас, ну, на свой взгляд, почему тогда все так случилось уже спустя время? Ну, видимо, это судьба, потому что мы разошлись нормально, то есть как-то писали где-то, плохие какие-то вещи, это все неправда. Вот. Просто спокойно поговорили, и все. Ну, и я рада, что так все случилось, потому что теперь я в Питере, я дома, со своими родителями, семьей, родственниками. Вот, и довольна, что так все случилось. А когда ты впервые узнала по поводу того, что... Как вообще, по-технически это произошло, потому что ты узнала, что тебе предложила Грузия выступать? Это тебе позвонили или тренеру? Позвонили тренеру, вот, а Евгений Владимирович уже позвонил мне. И все сказал. Твои первые эмоции? Я еду на Олимпиаду! Нет, я была очень рада сразу же, потому что, ну, понимала, что это очень круто. И вот... Но эмоции были хорошие. Вот все, что могу сказать. Пока сразу же каких-то больших надежд, естественно, не ставила, потому что... Нужно работать. Да, это все надо еще годами зарабатывать себе. А насколько... Да, понятно. А насколько давно это было? Потому что мы все узнали про это в начале сезона, насколько я помню. А произошло это сильно давно? Это было на карантине, вот когда был большой карантин. В 20-м году? Да. То есть еще за год до того, как все узнают? Да. Ничего себе. Всего года. Ну, там пока с документами, пока еще что-то. И вот, потом уже объявили. Ну, насколько я читал, тоже знаю. Федерация-то не всех отпускает. И, ну, у нас есть даже примеры. Даже, ну, в том числе и там с теми, с кем ты пытаешься, да, что там есть проблемы с этим. Вот. Ты не боялась, что тебя не отпустят? И вообще сразу ли отпустили? Отпустили сразу. Да. Вот. Вообще прям без проблем. Да. Ну, повезло. Мне в этом плане. Ну, а ты, у тебя не было переживаний по этому поводу? Или все какие-то? Нет, конечно, были. Как бы, вот. Но сложилось, все хорошо. Как происходят твои тренировки? Ты на одном льду работаешь с Димой Алиевым, с Макаром Агнатом, или у вас какое-то разделение есть в этом плане? Мы катаемся вместе все, в очень дружеской атмосфере. Очень мне нравится с ними кататься, потому что более взрослые уже мальчики, вот, смотреть на них, двигаться за ними, там где-то что-то на себя перенимать. Какие можешь отметить их качества, которые тебе прям нравятся, например, в Диме, в Макаре? В Диме? Это даже не связано с фигурным катанием, на самом деле. Это человечность, искренность, вот, общение, вот, вот это вот все. Потому что душевность, да. Дима очень такой глубокий человек, и если с ним пообщаться, как бы, все переживания сразу же улетают. Очень хороший человек, вот. А Макар очень веселый. Душа команды. Да, вот. Ну, в общем, очень мы такая сплоченная команда, и всегда дружеская атмосфера в группе. Смотрела на отчете России за ребятами, переживала? Конечно, да, смотрела. Получилось только, правда, на короткую прийти, ну, вживую посмотреть, произвольно только онлайн. Вот, но переживала. Переживала больше, чем за саму себя. Потому что каждый день, когда ты видишь, как они готовятся усердно, вот. И когда что-то не получается, очень больно на душе сразу становится. Как думаешь, что все-таки у ребят еще не хватило? Ну, я так-то не знаю, что у них там в голове. Ну, ты же с ними работаешь постоянно. Были готовы, скажу так. Они много работали, вот. Может быть, психологически, так как отбор на Олимпиаду, может быть, нет. 19 лет тебе, да, ты взрослый человек уже. Фигурное катание требует, там, затрат больших. Вот. Вот, понятно, что там, ну, родители не хочется всегда просить каких-то средств. Ты как-то стараешься сама себя обеспечивать в этом плане. И получается ли, вот, например, подкатки мы этим же самым? Да, ну, вот, подкатки как раз-таки это и для удовольствия, для дальнейшего опыта в тренерской деятельности. Вот. А также и заработок, чтобы, ну, это больше себе на жизнь, там, какие-то себе потребности, там, купить что-то банально. Вот. Ну, так только вот подкатки для меня. А у тебя, вроде, спонсоры есть, да? Сколько я читал? Ну, не могу сказать, что прям спонсор. Спонсор просто коньки, как бы, мне выдает, респорт, вот, за рекламу, там, надо выставить пост, вот. Ну, это так, большинство фигуристов, вот, из других стран, я вот видела, как делают. Ну, здорово, что, потому что коньки-то сейчас все-таки тоже не очень дешевые, совсем профессиональные. Смотри, я читал тоже твое интервью, одно, которое ты давала в конце 20-го года. По-моему, да, ты еще выступала тогда на рейтинге соревнований. Угу. На Петербурге ты на каких-то соревнованиях выступала. И сказала, ну, тебя спросили про вообще фигурное катание, в целом твое отношение, и ты сказала, что поднятие цензо сделает борьбу более честной. Вот, такая твоя фраза. В принципе, ты сейчас, у тебя такое же мнение, да, как бы не особо наменялось? Ну, в принципе, да, но поколение-то, ну, все время так было, что маленькие подрастают, сразу же, ну, взрослые уходят, вот. Ну, в принципе, наверное, да. Ну, вот, допустим, сейчас же будет голосование, правильно, летом, если там конгресс пройдет, не отменят. И вот если бы всех фигуристов попросили проголосовать, ну, может быть, кстати, у вас будет федерация, я спрашиваю, я же не знаю, про Грузию будет голосовать, да, ты бы проголосовала за. А какой возраст, по-твоему, нужен? Ну, есть 17, но вот, как бы, 18-16, каковы? Ну, я думаю, взрослые, это уже после 18, то есть вот с 18, потому что там уже совершенно все по-другому, то есть это более осознанное катание, более взрослое, вот я бы так, даже не делала ни в каких там прыжках, что-то вот это вот, а именно в осознании того, что ты делаешь. То есть даже не в прыжках? Ну, естественно, когда ты взрослее, тебе тяжелее, это понятное дело, вот, но когда девушка уже вырастает, более сформированная, взрослее, это совершенно другие ощущения, нежели там в более маленьком возрасте. И, как тебе кажется, ну, в принципе, не только тебе, но это что, это может помочь фигурному катанию? Честно, я не знаю, это в моем мнении. Ну, то есть будет дольше карьеры, да? Это да, это, я думаю, удлинит карьеру. Вот проходит Олимпиада, но еще на 4 года ты остаешься? Конечно, да, еще до следующей Олимпиад точно буду кататься. Да, логичный вопрос, что возраст пока не подняли, и побеждают те, кто владеет элементами Ультра-Си. Ты, вот, например, я вчера общался, ну, пока тоже была произвольная программа, общался с Катей Рябовой. Вот, я у меня спросил про Ультра-Си, а она, честно, мне сказала, я понимаю, что я их не выучу. Угу. Нет. Вот. У тебя есть, ну, как бы, понимание, ну, в части честно? Я учила, вот, и когда в Москве я была, и сейчас, когда пришла уже к Венею Владимировичу, вот, есть потенциал, скажу так. Естественно, можно, да. У меня достаточно высокий прыжок, и я думаю, тренер видит потенциал в этом, значит, все возможно. А какой ближе всего? Тулуп? Тулуп, да. Вот после всех соревнований буду учить. Не травмоопасно? А что делать? Ну, как, чтобы... Чтобы выигрывать и быть в ТОПе, нужно усложнять. И хочется, ну, даже самой себе в какой-то степени доказать, что я могу такое. Но ты все-таки планируешь... Да. Не просто, как некоторые говорят, ну, то есть понятно, что у нас выступают в начале Европы, там, чуть, ну, около 40 фигуристов, да. И все они, ну, понятно, что кто будет на первых трех местах. Вот, ну, то есть, грубо говоря, 37 человек. Ну, я утрирую, конечно, но они больше катаются для себя, как бы не имея шансов на подиум. Но ты не хочешь кататься просто для себя, ты хочешь медали. Конечно. Ну, первым делом это все-таки для себя, ну, это просто удовольствие, я имею в виду. А результат, конечно, хочется. Здорово. Когда вот прошел чемпионат Европы, сейчас ты, в принципе, посмотрела на соревнования, видишь, то, каким отрывом побеждают девочки из России. И как тебя ощущать вообще вот по этой стороне баррикады? Кажется ли, что, например, российские фигуристы и остальные, это разные вообще лиги и разные чемпионаты? Да нет, как бы любая девочка, если будет много работать и выполнять те же, допустим, четверные, несколько четверных программ, и если у нее будет достаточно большой рейтинг, точно много лет уже будет кататься за какую-то страну, почему нет? Вот, как бы, конечно, может составить конкуренцию. Ну, ты же понимаешь, что все-таки, например, даже вторая ценка твоя может зависеть от флага. Да, я понимаю это. Но это пока, как бы. Рейтинг, он, конечно же, немаловажен. А я еще только первый год катаюсь за Грузию, вот, и когда я буду уже кататься много лет, выступать на больших соревнованиях, доказывать и себе, и другим, что вот я могу, я катаюсь, как бы красиво, естественно, компоненты будут, ну, наверное, расти, как бы со временем уже, вот. А сейчас пока, естественно, я, ну, все понимаю, то есть сразу же не будет там много баллов или еще чего-то. Это надо все зарабатывать годами. Настя, ну, я хочу еще в конце спросить там про наших девочек, да, чтобы, вот, читателям тоже интересно твое мнение, как фигуристик. Я говорю, ты, наверное, посмотрела Аню, Сашу, Камилу, вот, что можешь про них сказать, именно, как вот, фигуристу тебе, что в них особо понравилось, на что ты обратила внимание, когда вот они выступали? Ну, я всех этих девочек знаю еще с детства, совсем маленького, вот, могу сказать о Саше и Камиле, что они очень хорошие девочки, просто в жизни. С ними очень приятно общаться. Аню я не так хорошо знаю, вот, но Аня боец, вот, и она может прям, ну, собраться. Это плюс старт, и очень много это стоит, вот. Саша это просто монстр. Монстр ракеты. Это, да, то есть, что-то невероятно, она, я считаю, начала всю вот эту гонку с четверными и продолжает это делать, и это очень ценно, она огромная, молодец. А Камила тоже просто космос, то есть, очень красивые программы, вот, прыжки там на три километра. Да, ну, молодец. Ты, когда переходила, ты не боялась, все-таки у тебя был, ну, не будем тем это поднимать, но был негативный опыт, как бы, когда болельщики на тебя реагировали. Когда переходила, не боялась какого-то отклика, что, не знаю, зафейтят? Ну, я так живу, хейт тоже пиар. Да? Как бы, я спокойно очень отношусь к этому, сколько бы там ни выливалось на меня, ну, я эту шутку перевожу, как бы, это абсолютно нормально в фигурном катании, все с этим сталкиваются, вот, стараюсь не обращать даже внимания на это, и я это делаю для себя, вот, перешла, потому что, ну, я так захотела, вот, а то, что уже скажут другие, это сугубо их мнение, которое, ну, меня не особо касается. Ну, ты говоришь, выливалась, это даже после перехода или было, что-то? Честно, не помню, по-моему, ничего не было даже. Вот, ну, то есть, да, все нормально было, это я, в общем, говорю, как бы. Ну, скорее, да, какие-то предыдущие истории. Но, в целом, ты, ну, рада, что, потому что я вот захожу на тот же спорт, да, там, ладно, ничего уж, на тот же спорт захожу, и там говорили, вау, как классно, типа, Настя перешла, то есть, ну, ты, в принципе, наверное, это читала, ну, она довольна. Ты должна быть, что тебя поддержали. Да, на самом деле, очень много людей, которые меня поддерживают, мне это очень приятно, я чувствую поддержку, постоянно пишут, там, какие-то подарки, еще что-то, и ты чувствуешь эту поддержку, и это тебе дает много сил. Ну, хочу сказать вам огромное спасибо болельщикам всем, потому что я очень это ценю, вот. Ну, да. Ну, да, ну, то есть, действительно, как бы, такое возможность, что ты пришла за другой флаг, дает тебя показать миру. Но тебе не кажется, что, ладно, уже, просто мне сразу вопрос один тоже возник, что вот столько хороших девочек, вот столько классных у нас в России, и вот они, ну, так, не так, скажем так, не то, что везет, но они, у них нет такой возможности, как у тебя, и не смотрят на них люди. Вот что делать в этом случае? Если любишь свое дело, катайся, вот так вот, даже неважно, принесет тебе это какого-то успеха или нет, если тебе нравится, катайся, вот так вот. Может, тик-ток ввести? Тик-ток? Ну, потому что, если ты выкладываешь сам, что, все будут смотреть, лайки ставят. Ты, кстати, у тебя там есть тик-ток? Да. Например, у тебя же есть Лизина Гуманова, которая прям звезда, тик-ток, ты не хочешь, надо начать так же. Нету времени. Нету времени совсем. Да, то есть, я не знаю, как Лиза находит время все это снимать, но лично у меня я прихожу с тренировок спать, вот, уже не до тик-токов.